О славных делах Вписавших одну из самых ярких страниц в историю антифашистской борьбы против гитлеровской тирании наш рассказ. В один из серых осенних дней 1933 года Молодой немецкий ученый, доктор философии и юридических наук Арвид Харнак, сидя у себя в кабинете, просматривал свежие газеты. Врагам Фатерландо не будет пощады. Так, опять аресты. Международное еврейство и коммунисты готовят покушение на жизнь фюрера. Все здоровые силы нации должны сплотиться. Доктор? Да? Вас спрашивает какой-то господин. Ну, пригласите его сюда. Господин Арвид Харнак. Да, это я. Вам пакет из канцелярии Имперского министерства экономики. Прошу. Уважаемый. Вам надлежит явиться в Имперское министерство экономики. Комната 108. Входите, дорогой доктор. Оберрегирнцрат Штайнхорн. Прошу вас. Благодарю. Арвид Харнак. Чем обязан? Этот вызов... О, сразу видно. Доктор деловой человек. Тогда не будем терять времени. Я вас слушаю. Надеюсь, доктор, вы понимаете, какие грандиозные задачи стоят сейчас перед Райхом. Простите, я не совсем понимаю, чем я могу... Именно вы, доктор Харнак, как видный экономист, можете внести немалый вклад в общее дело. Вам предлагается должность эксперта по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики. Здесь пригодится и ваше отличное знание Америки, где вы учились, и России. Ведь последние годы вы занимались изучением так называемой плановой экономики. И даже побывали там, если я не ошибаюсь. Да, конечно, но мои исследования носят чисто научный, так сказать, академический характер. Нет, 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 не хочу слышать никаких отказов. Ведь вы же выросли в истинно немецкой семье, которая дала Фатерлянду немало философов и писателей, профессоров и государственных служащих. Да, и все же я позволю себе... Я уже сказал, уважаемый доктор, я не принимаю никаких возражений. Вечером того же дня Харнак рассказал об этом разговоре своему другу, писателю Адаму Кукхофу. Так что, Адам, у меня будет возможность стать важной персоной. Ты напрасно смеешься, Арвид. Дело не шуточное. Может быть, тебе лучше просто уехать за границу. Ты предлагаешь мне дезертировать? Я не предлагаю... Но пойми, я не могу сейчас думать только о собственном благополучии. Слышишь? Нет, Адам, мое место здесь. Я был мальчиком, когда началась мировая война. С того времени я ненавижу войну. А вот фашизм – это война. Поэтому я и советую тебе уехать. Если ты откажешься работать на нацистов, они моментально расправятся с тобой. И что ты сможешь сделать в одиночку? Ну почему в одиночку? У нас уже двое. А сколько есть еще людей, которые так же, как и мы, ненавидят фашизм. Нужно искать их. Первого сентября 1939 года в 4 часа 45 минут 39 пехотных и 5 танковых дивизий Бермахта вторглись на польскую территорию. Под градом бомб горела Варшава. Началась Вторая мировая война. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тихом и зеленом берлинском пригороде Грюневальд в тени раскидистых деревьев приютился небольшой особняк. Сегодня вечером у хозяина дома известного берлинского адвоката Энгельзинга собрались друзья и знакомые. Писатели, актеры, художники. Нет, 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 что вы не говорите. Конец вашего благословенного Райха не за горами. Стоит англичанам пару раз как следует тряхнуть, берлины тогда... Значит, вы надеетесь, что нас спасут английские бомбардировщики? Тогда почему же Чемберлен до сих пор не предпринимал решительных шагов? Вы забываете, Гаршульца Бойзен, что у англичан одна из самых сильных армий в Европе. Просто пока они стараются избежать ненужного кровопролития. Напрасно вы надеетесь на англичан. Конечно, нация ожидает неминуемое поражение, но добиться этого будет не так-то просто. Я считаю, что освобождение от фашизма принесут русские, а не англичане. Ну, знаете ли, лучше обойтись без них. У Запада хватит сил самому разобраться со своими делами. Не правда ли, гэр Кукхов? О, великодушный Запад! Он только и делает, что печется о бедных немцах. Впрочем, не стоит ломать копья, время покажет, кто прав. Кстати, гэр обер-лейтенант, разрешите представиться. Адам Кукхов, писатель. Очень рад. Заочно я уже знаком с вами. Да-да, не удивляйтесь. Недавно я с удовольствием прочитал сборник ваших стихов. Да, простите, я не представился. Харшульц Бойзен. Очень приятно. Среди военных в наши дни нечасто встретишь людей, интересующихся литературой. Если как-нибудь найдется свободный вечер, буду рад видеть вас у себя. Вот моя визитная карточка. Благодарю. На другой день Адам Кукхов встретился со своим другом Арвидом Харбеком. За эти годы молодой ученый стал уже старшим советником Министерства экономики. Сослуживцы считали его вполне преданным новому порядку чиновникам. Но был и другой Харбек, руководитель небольшого подпольного кружка антифашистов. В него входили известный писатель и драматург Адам Кукхов, его жена Грета, племянник Харбека лейтенант Вольфганг Хавеман, профессор Вернер Краус, выдающийся немецкий невропатолог доктор Йон Ритмейстер и жена Арвида Мильдретт. Как ты говоришь, его зовут? Харро Шульца Бойзен. Так ведь это же племянник покойного адмирала фон Тирпица. Его отец полковник, довольно важная фигура в верховном командовании. Кстати, года три назад этот Харро женился на внучке князя Ойленбурга. Говорит, она одна из красивейших женщин Германии. На свадьбе у них был свидетелем сам Геринг. Да. Каким ветром его занесло к Ангельзингу? Уж не гестаповские ли это штучки? Жаль. А на меня он произвел очень приятное впечатление. Я даже пригласил его к себе. Да нет, страшного в этом ничего нет. Если зайдет, постарайся аккуратно выяснить, чем он дышит. Хорошо. Но предупреждаю, будь предельно осторожен. Это не совет, а приказ. Понимаю. После разговора с Харреком Кукхов довольно сдержанно принял Шульца Бойзина. Разговор не выходил за рамки обычной светской беседы. Оба собеседника держались настороженно. Следующая встреча также не принесла ничего нового. И неизвестно, как долго продолжалось бы взаимное прощупывание, если бы не случай. Прогуливаясь как-то по парку Тиргартен, Кукхов на одной из боковых али увидел Шульца Бойзина. Сигарета, которую тот держал в руке, догорала, но молодой человек не замечал этого. Пожалейте пальцы, эр лейтенант. Не беспокойтесь. А это вы, эр писатель. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вот решил немного проветриться. Что-нибудь случилось? У вас такой удрученный вид. Я сейчас видел страшные вещи. Один мой сослуживец сегодня прилетел из Варшавы. У него целая пачка фотографий. Вы видели смерть? Ну что ж, лейтенант, война есть война. Война? Война с кем? С детьми? С женщинами? Со стариками? А что же тогда называется убийством? Только обычные убийцы орудуют ножом. А здесь бомбы и снаряды. Вы знаете, что такое фашизм? А вы? Да. Конечно, мы знаем друг друга еще слишком мало, но... Я читал ваши книги. Смею и хочу верить, что вы человек порядочный и не осудите меня за откровенность. Так вот, в свое время мне довелось побывать в гестапо. Вот как? Да. Меня арестовали в 33-м, 1 апреля. Что-нибудь серьезное? Да нет. Впрочем, после окончания Берлинского университета я редактировал журнал «Ди Гегнер». А при Гитлере этого оказалось достаточно. Я понимаю. И когда следователи гестапо кулаками и дубинками цитировали мои статьи... Как же вы оказались на свободе? Родным удалось добиться моего освобождения. Я просидел всего три месяца. Но, поверьте, даже за этот короткий срок я понял, что нельзя останавливаться на полпути. Да, к сожалению, многие это поняли слишком поздно. Или вообще не поняли. Да, но не нужно забывать. Народ – это еще не фашизм. Тысячи, десятки тысяч честных немцев ненавидят и отвергают его. Я с вами откровенен, Харро. Вы позвольте мне вас так называть. Я познакомлю вас с одним человеком. Думаю, вы найдете общий язык. Простите, Харро, а как же вы попали в имперское министерство авиации? После выхода из тюрьмы мне пришлось уехать из Берлина. Мое происхождение, высокое положение отца, родственные связи заставили забыть об инциденте. Подразумевалось, что арест – просто случайное недоразумение. Тогда ведь сажали многих. Да, да. Отец потребовал, чтобы я ушел в армию. Выбора не было. Так я оказался в училище. Я еще в университете увлекался языками, и это сыграло свою роль. После училища меня направили референтом в разведывательный отдел Министерства авиации. Ясно. Вы меня извините, Харро. Наша беседа больше похожа на допрос, но иначе нельзя. Не надо извинений. Дело, которым мы занимаемся, весьма и весьма опасно. Я не боюсь смерти. Это прекрасные слова, Харро. Но борьба с нацизмом требует не только готовности к самопожертвованию. Это тяжелый труд, требующий колоссальной выдержки и нервов. Вот к этому вы готовы? Да. Да, и не только я. Мои друзья рвутся к настоящей работе. Кстати, кто они? Вы уверены в них? Как в себе самом. У большинства позади тюрьмы и концлагеря. Это люди, которые прошли сквозь все круги данного ада. Эта встреча двух столь непохожих людей, молодого офицера и солидного чиновника, положила начало созданию крупнейшей антифашистской организации, вошедшей в историю под названием группа Шульца Бойзена-Харнака. Со временем число ее членов достигло 200 человек. Среди них были рабочие журналисты, артисты-инженеры, офицеры и ученые, старые коммунисты-ветераны, закаленные годами подпольной работы. Сегодня у Адама Кукхофа гости. Харло Шульца Бойзен, Арвид Харнак и Джон Зик, за которым вот уже несколько лет безуспешно охотятся гестапо. Нет, 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 мы просто не имеем права всю пропагандистскую работу сводить только к кружкам. Сейчас каждое слово правды на вес золота. Ну подожди, Харро, не горячись. Никто же не оспаривает. Ну извини меня, но ведь у нас пропадают прирожденные агитаторы. Зик Грауденс, да и ты сам, Арвид. Ну хорошо, что ты предлагаешь конкретно? Обязательно нужно наладить выпуск листовок и подумать о газете. Ну что ж, это отличная идея, но ведь нужна бумага, краска. Вот, позвольте, позвольте мне несколько слов. Так, Азика, слушай. Вот на днях я зашел в антикварный магазин на Мюллер-штрассе. И нашел там старинный печатный станок. И в придачу сто тонн бумаги. Нет, вы все не угадали. Дело в том, что оказывается оценщиком в этом магазине работает мой старый приятель Вильгельм Гуддорф. Ну честно говоря, когда он попал в концлагерь в Заксенхаузен, я не думал, что когда-нибудь увижу его живым. А кто он такой? Это старый коммунист. Мы с ним работали в рот и фаны. Так вот, Вильгельм рассказал мне, что недавно встретил Мартина Вейзе, тоже журналист из фаны, и Вальтера Гуземана. А, я, кажется, знаю его. Он еще был политредактором Мангеймер Арбайтерцайтом. Да, да, да. Ну что ж, новости хорошие. Этих товарищей стоит привлечь к нашей работе. Да, но что ты все-таки предлагаешь с выпуском листовок? Вот пока конкретно ничего. Но ведь не может быть, чтобы у пятерых журналистов не нашлось знакомых в типографиях. Это не может быть. Это ведь верно. Рабочие обязательно помогут. Ну что ж, я вижу, все согласны. Итак, Джон, будем считать, что у тебя уже есть поручение. Ты должен связаться с товарищами и вместе с ними подумать о типографии. Хорошо. В ярких лучах весеннего солнца даже унылые глыбы берлинских кварталов выглядели необычно посвежевшими. Где будет ждать Зиг? На Мюллер-штрассе не доезжают двух кварталов до антикварного магазина. Ну, помнишь, он рассказывал о нем. Что, того самого? Да. Ах, неосторожно. Видимо, что-то срочное. Иначе бы он связался, как всегда, через почтовый ящик табачной лавки. Садись, Зиг. Что случилось, Зиг? Можно сначала скажете, здравствуйте? Здравствуй, здравствуй. Считайте, что типография есть. Что? Не может быть. Каким образом? Наша пресс-группа разыскала золотого человека. По профессии он печатник. Герберт Грассе. Он ухитрился по частям вынести со склада типографии старенький печатный станок. Ну, а я раздобыл немного краски. Отлично. Да, начало неплохое. Но это еще не все. Нет-нет. Подыскали и место для типографии. У Гуземана нашлись ребята, ну, просто отличные. Братья Гробовские. Так вот, у них в Рудове на Банхоштрассе есть летний домик. Ну, Джон, ну? Что, ну? Ну, дальше. Ага, ну, короче говоря, хоть завтра начинай работу. Так. Дело только за бумагой. Ну, насчет бумаги мы что-нибудь придумаем. Знаешь, Джон, позвони мне денька через 3-4. Ага, ладно. Вскоре на стенах берлинских домов, в телефонных будках и вагонах городской железной дороги, на заводах и в солдатских казармах начали появляться листовки. Маленькие, размером в ладонь, отпечатанные на серой оберточной бумаге, они каждый раз приводили нацистов в выступления. Полицейские агенты гестапо яростно срывали их, но листовки появлялись вновь и вновь. Кто там? Это я. Адам. Адам, наконец-то. Ну, проходи. Черт. Ливень-то какой. Наверное, промок насквозь. Да нет, не насквозь, а только до рубашки. Ну, ты скорее, скорее переодевайся, я тебе сейчас дам кофе. С удовольствием. Вот, пожалуйста. Ну и погодка. Да, весна в этом году больше похожа на осень. Ну как, согрелся? Да, спасибо. Ну вот, теперь можно и о делах. Адам, нужно срочно встретиться с Зигом. Пусть он с товарищами прикинет, сможем ли мы печатать кроме листовок еще и брошюры. О, что, пора расширять ассортимент? Да. Есть данные, что дело идет к новой войне. Она может начаться в самые ближайшие месяцы. На Востоке? Да, скорее всего. Англия уже не в счет. Если так, война будет ужасной. Вот поэтому мы и должны быть к ней готовы. Предчувствие не обмануло подпольщиков. Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на Советский Союз, берлинские антифашисты были готовы вступить в борьбу на своем участке общего фронта. Подпольщики резко усилили антинацистскую пропаганду. На заводах и в концлагерях они создавали подпольные группы, организовывали побеги военнопленных. В борьбу вступали новые и новые десятки людей. Нацистам и в голову не могло прийти, что крупнейший немецкий невропатолог профессор Йон Ридмейстер и графиня Эрика фон Брокдорф, авиаконструктор Карл Беренс и офицер Абвера Отто Голнов, видный инженер-физик Ганс Куммеров и многие другие были членами организации Шульца-Бойзена Харнака. Шла уже вторая неделя Великой Отечественной войны. Не считаясь с огромными потерями, гитлеровские войска рвались вглубь Украины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Небольшой немецкий городок Кранц, расположенный в Восточной Пруссии, спал. Здесь ничто не напоминало о войне. Даже высокие ажурные радиомачты, смутно вырисовывавшиеся в серых предрассветных сумерках, не нарушали мирный пейзаж. А между тем, война незримо присутствовала и здесь, за сотни километров от переднего края. По соседству с городком разместился один из постов радиоперехвата германской военной разведки Абвера. Ганс, у меня ничего. Как у тебя? Эй, ты что, ты уснул? А ты движись. Я уже обалдел от этой трескотни. Скорее бы смена. Ганс, слушай, Ганс. Что тебе? Проверь-ка у себя на 10700. 10700? Есть. Неизвестный передатчик. Вызывай дежурного. Эр, лейтенант! Да? Продрешите доложить. Что случилось? На 10700 только что работал неизвестный передатчик. Записали, что он передавал? Не успели. Кредитины! Надо же, черт побери, в мое дежурство. Алло! Алло! 501! Хер Хопман! Докладывает лейтенант Гумель. Только что в эфире был неизвестный передатчик. Координаты засечь не удалось. Поздно вечером в тот же день таинственная рация снова начала свою работу. На этот раз ее слушали все Абверовские посты радиоперехвата, расположенные в Восточной Германии. Хотя сеанс длился всего несколько минут, фашистским операторам удалось определить, правда, приблизительно, то место, откуда велась передача. Когда наутро генерал Тилле, начальник службы радиоперехвата Абвера, вошел в свой кабинет, адъютант протянул ему донесение с грифом «Весьма срочно, совершенно секретно». Пробежав его, Тилле немедленно отправился к шефу Абвера, адмиралу Вильгельму Канарису. Разрешите, эксцелленс. Да, прошу, прошу вас, генерал. Минувшей ночью перехвачена шифровка передной подпольной радиостанции. Так. Это все, что вы хотели мне сообщить? Передача велась из района Берлина. Откуда? Из района Берлина, эксцелленс. Так. К тому же, по окончании сеанса радист получил квитанцию из Москвы. Ну, надеюсь, телеграмма расшифрована? К сожалению, нет. Дошифровальный отдел бьется над этой абракадаброй, но пока безрезультатно. Вот что, генерал, через пять дней у меня должны быть точные координаты станции. Вы свободны. Слушаюсь, эксцелленс. Сейчас уже трудно установить, каким образом сведения о том, что в Берлине обнаружены русские разведчики, дошли до Гитлера. Ярости фюрера не было предела. По его указанию была создана специальная группа по координации действий Абвера, СД и Гестапо. В нее вошли адмирал Канарис, начальник третьего отдела Абвера фон Бентивеньи, генерал Тиле и ближайшие помощники Гейдриха, тогдашнего начальника Главного имперского управления безопасности, генерала Мюллер и Шелленберг. Общий контроль возлагался на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В службах СД Абвера и Гестапо появились папки с надписью «Красная капелла». Служба радиоперехвата Абвера имела обыкновение давать подпольным радиостанциям название музыкальных инструментов. Радисты группы Шульца Бойзена Харнака часто меняли места передачи. И это навело на мысль, что существует не один передатчик, а несколько. Не один музыкальный инструмент, а целая капелла, «Красная капелла». Шац, ах, шац, дай з миг ту вайфонтье. Шац, ах, шац, дай з миг ту вайфонтье. Говорит Берлин, говорит Берлин, передаем сводку военных действий на Восточном фронте. За истекшие сутки доблестные германские войска вели успешные наступательные бои. Успешные наступательные. А судя по последней разведсводке, на московском направлении группа армий «Центр» перешла к обороне в районе Ельни. Группа «Север» топчется под Ленинградом. Положение на юге тоже отнюдь не лучшее. У нас в министерстве пропаганды ходят слухи, что фюрер недоволен темпами наступления. Но еще бы. Ведь ни одна из трех стратегических задач так и не выполнена. А потери настолько велики, что продолжать наступление одновременно на всех направлениях просто физически невозможно. Значит, речь идет о выборе одного какого-то решающего направления. Именно. Ты становишься неплохим стратегом, Адам. Скорее всего, дело именно в этом. Мне кажется, что удар будет на центральном участке фронта. Дело вот в чем. На днях нас вызывал сам имперский министр экономики доктор Фунг. Ну, а как? Да. Второй и третий танковым армиям группы «Центр» нужно срочно заменить 70% танковых двигателей. Так. Ну, так вывод напрашивается сам собой. Московское направление будет главным. Может быть, ты и прав. И все-таки это требует проверки. Да, хоробор, лейтенант. Договоритесь с седьмым отделом, чтобы данные радиоперехвата поступали к нам к 6.00. Слушаюсь. Разрешите идти, хорполковник? Подождите. Что-то в последнее время у вас далеко не блестящий вид, обрали тиланты. Думаю, небольшой отпуск будет вам полезен. Я собираюсь скомендировать вас на несколько недель в штаб 1-го воздушного флота генерал-полковнику Келлеру. Нам, штабистам, не мешает периодически бывать в частях. К тому же за это время фельдмаршн фон Леэб наверняка возьмет Ленинград. Благодарю, хорполковник. На перекидном календаре уже перевернут добрый десяток листков, а начальник отдела все еще не вспоминал о командировке в действующую армию. Наконец, харру не выдержал. Хорполковник, когда прикажете выезжать на фронт? О, надобность в этом отпала, обрали тенант. Чтобы избежать ненужных потерь в уличных боях, фюрер решил устроить из Ленинграда огромную мышеловку. Можете не сомневаться, наша авиация и артиллерия сделают из города вторую Варшаву, а уцелевшие русские сами погибнут от голода. Блокада. Вы поняли? Разумеется. Второе подтверждение этого чудовищного плана. Подпольщикам удалось получить от племянника доктора Харнака, лейтенанта вермахта Вольфганга Хаземана. Как-то на улице Вольфганг столкнулся со старым приятелем-танкистом. Встречу решено было должным образом отметить в ресторане. Ну что же, за встречу, Генрих. Ну, за встречу, за встречу. А ты надолго в Берлин? А я здесь проездом. Обратно к себе под Ленинград. Да, к сожалению, нет. Еду в этот чертов Смоленск. Куда? В Смоленск. Пока нас перебрасывают туда. А что дальше будет, даже мой старик пока сам толком не знает. Во всяком случае, под Ленинградом наступления не будет. А под Смоленском говорят болото до самой Москвы. Выпьем, Генрих. Выпьем. Берлий, солйдат. Добрый гнистат вообще. Информация, оказавшаяся в руках берлинских антифашистов, уже проливала некоторый свет на замыслы Старки. Но ставить точку на этом было рано. И так Ленинград исключался. Но оставалось неясным Москва или Украина, где будет нанесен следующий удар. Естественно, ни сам Шульц и Бойзен, ни Харнак, ни Кукхов, ни их друзья по роду своей работы не соприкасались со стратегическими планами фашистского верховного командования. Приходилось искать иные обходные пути, ведущие к цели. Обра лейтенант Шульц и Бойзен слушает. Алло. Харо, это я, Арвид. А, Арвид. Здравствуй. Добрый день. Куда это ты пропал? А так, дела. Слушай, Харо, я получил от Альты письмо. От Альты? Да, тебе привет. Не может быть. Что она пишет? Ну, у нее все в порядке. Спрашивает о тебе. Кстати, Харо, я сегодня постараюсь освободиться пораньше. Но надо бы встретиться. Приходи к Адому. Письмо касается и его. Хорошо. Договорились. Видимо, у Арвида важные новости. Альта. Это же пароль срочного вызова. А, вот и он. Арвид, проходи. Здравствуй, Арвид. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Что случилось? Есть важная новость. Наступление будет на Москву. А на юге не раньше весны будущего года. Так. Это точно? Да. Ну-ка, расскажи поподробнее. Мы в министерстве сейчас составляем перспективные планы прироста ресурсов сырья на 42-й год. Ну? Так вот, мой сектор подготовил запросы относительно предполагаемых сроков увеличения поставок различных видов сырья в будущем году. Так, так. Сегодня мы свели все ответы воедино. Так, ну и что же? Так вот, в разделе «Нефть» указано, что появление каких-либо новых крупных источников нефти ожидается не раньше весны начала лета. Ага. Ну, теперь вы оценили, что значит экономика. Новых крупных мест... Постой, да это же кавказские месторождения. Ну, конечно. Ну что ж, давайте прикинем, что нам теперь известно. Первое – это Ленинград. Да. Блокада. Войска перебрасывают к центру России. Второе – Кавказ, по данным Марвида, тоже не скоро. Значит, Москва. 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 На связи Кора. На связи Кора. Согласно директиве фюрера, Верховное командование вермахта приняло решение не штурмовать Ленинград. Намечено его окружение с последующей блокадой. Четвертая танковая группа генерала Хёпнера предположительно передается группе войск «Центр». Повторяю. Согласно директиве фюрера, Верховное командование вермахта... Москва. 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 На связи Кора. На связи Кора. Верховное командование вермахта выбрало московское направление. Наступление в юго-восточном направлении с целью овладения Кавказом отложено ориентировочно до конца весны, начала лета. Даты уточняем. Повторяю. Наступление в юго-восточном направлении с целью овладения Кавказом отложено... Только две коротенькие телеграммы из десятков телеграмм, посланных радистом берлинских подпольщиков Гансом Копи. Но за каждым словом постоянный смертельный риск и напряженный кропотливый анализ по крохам собранных данных. Вот уже полгода фашисты, сотни агентов Гестапо, СД и Абвера безуспешно разыскивают мужественных подпольщиков. Лучшие нацистские специалисты-дешифровальщики тщетно бьются над разгадкой шифра. 12 ноября 41-го года подпольный берлинский передатчик вышел вечером в эфир в обычное время. На этот раз его внимательно слушали и операторы передвижных пеленгационных установок, курсировавших по городу, и в центре радиоперехвата. В Абверском штабе на плане города красным карандашом были обведены три подозрительные квартала поблизости от Байериши-пляц. Именно здесь, на карте, сходились тонкие линии, которые показывали направление на неуловимый передатчик. Уже двое суток на самой Байериши-пляц и прилегающих к ней улицах стояли серые брезентовые палатки с надписью «Райхспочта». В них день и ночь копошились одеты в форму почтового ведомства рабочие. В этот вечер мимо одной из палаток на «Райхспочты» не спеша шел Арвид Харнак. Его взгляд машинально задержался на чуть приоткрывшемся полуге палатке, в которую только что нырнул рабочий в синей форме. И вдруг Харнак совершенно отчетливо услышал. «Я воль! Я воль, гейл-лейтенант! Рация в эфире! Так точно! Она все время меняет диапазоны!» Харнак вздрогнул и ускорил шаги. Незаметно глянувшись, он свернул за угол. Вот он поравнялся с домом номер 26А и нырнул в темный провал подъезда. На втором этаже, у двери с маленькой металлической пластинкой, на которой значилась «Ганс Копи», он остановился, прислушался и нажал кнопку звонка. Кто там? Гильда, это я, Харнак. Открой скорее. Где «Ганс»? Там, в комнате. Но он сейчас занят. «Ганс!» «Ганс!» «Как случилось?» Немедленно выключай рацию и прячь передатчик. Рядом пеленгатор. Дай сюда передатчик. Я спрячу в свою хозяйственную сумку. Скорей, скорей! Так, ну что же вы стоите? Арвид, уходи немедленно. Как только они поймут, что я исчез из эфира, начнется облава. Да. Гильда, ты сейчас поедешь к тетушке Эльзе. Хорошо. А ты, Арвид, не забудь предупредить наших. Да, да. Действуйте, действуйте. И вновь несутся в эфире невидимые радиоволны. Для них нет преград. Никто не в состоянии помешать отважным берлинским антифашистам через тысячи километров протянуть руку своим русским товарищам. После того, как подпольщики миновали расставленные сети Райхспочты, начались многомесячные скитания передатчика копий по Берлину. Вначале Ганс перебрался к Коди Шоттмюллер, популярной берлинской танцовщице. От нее перекочевал в кабинет частного врача, практиковавшего в фешенебельном районе Берлина. Затем рация оказалась в доме графини Эрики и фон Брокдорф. За первые 12 месяцев войны организация Шульца-Бойзена-Харнака передала в Москву десятки телеграмм, содержащих важные сведения. К концу лета 1942 года над группой Шульца-Бойзена-Харнака нависла смертельная опасность. Утром 30 августа обер-лейтенант Шульца-Бойзен находился в своем служебном кабинете. обер-лейтенант Шульца-Бойзен у телефона. Докладывай дежурный антур-офицер Грейф. Хэр-обер-лейтенант, в подъезде номер 3 вас ожидает Хаупнен Хольцман. Какой Хольцман? Рудольф! Так точно, хэр-обер-лейтенант. Передайте Хаупнену, что я сейчас закажу ему пропуск. Хэр Хаупнен говорит, что очень торопится. Он просит вас спуститься вниз. Хорошо, иду. Эй, Питтер! Хайн, где же Галтен Хольцман? Шульца-Бойзен, вы арестованы. Что это значит? Вы не имеете права. Я сотрудник имперского министерства. Нет! Машину быстрее! 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 Вслед за Шульцман Бойзеном гестапо арестовало и многих его товарищей. 11 сентября прямо на курорте, в строжайшей тайне, были взяты Арвид Харнак и его жена Мильдред. 12 сентября 1942 года гестапо арестовало Джона Зига, Ганса и Гильду Копи, Джона Грауденца, Адама Кукхофа, Хорста Гейльмана и десятки их товарищей. Арестованных подвергли жесточайшим пыткам. Чтобы избавиться от невыносимых мучений, многие предпочли покончить с собой, но не сказали ни слова. И тогда Шульц и Бойзен вызвал огонь на себя. Итак, вы все еще продолжаете упорствовать. Напрасно. Этим вы только ухудшаете свое положение. Не будьте дураком. Молчание вам не поможет. Ну что ж, вы меня убедили. Сегодня я дам показания. Пишите. Вы дадите показания? Я уже сказал. Пишите. Я, бывший сотрудник Имперского министерства авиации, обер-лейтенант Хару Шульц и Бойзен, в течение нескольких лет имел доступ к важнейшим государственным секретам. За это время мне удалось похитить из архивов или тайно сфотографировать целый ряд совершенно секретных политических и военных документов, которые в настоящий момент находятся в руках моих друзей. Их фамилии и адреса. Не торопитесь, господин следователь. Не все сразу. Пишите. Если не будут немедленно прекращены пытки и издевательства над арестованными вместе со мной Арвидом и Миллерод Харнак, Адамом Кукхофом, Гансом Копи, находящимися здесь, указанные документы будут немедленно переданы представителям России и ее союзников. Молчать, мерзавец! Ты что, издеваешься? Я тебе покажу, как ставить нам ультиматум. Я еще не кончил. В частности, весь мир узнает, пишите, пишите, что 10 мая 1940 года бомбардировщики из 51-й эскадрильи специального назначения Эдельвейс по приказу фюрера превратили в руины немецкий город Райбург. Во время налета погибли сотни немецких граждан. Геббельс раструбил по всему свету, что это работа англичан, чтобы Люфтваффе имел предлог для варварских бомбардировок городов Великобритании. Это грязная клевета! Не спешите с выводами! Я даю вам 48 часов, чтобы доложить начальству о моем ультиматуме. Заявление Шульца Бойзена перепугало не только Копкова и Мюллера, но даже Гиммлера и особенно Геринга. Последние лучше, чем кто-либо, представляли, к каким последствиям может привести разоблачение нацистских тайн. А в секретном архиве Геринговского министерства их было немало. Взбешенный Гиммлер потребовал от своих подчиненных во что бы то ни стало вырвать уж ульца Бойзена, где находятся эти документы. Но, несмотря на самые изощренные пытки, Харро молчал. Копков? Слушаю, эксиленс. Вы слюнтяй, а не офицер гестапо. Где документы? Но, эксиленс... Не желаю слушать никаких оправданий. Где документы? Виноват, эксиленс. Пытки продолжаются уже 40 часов. Арестованный слишком быстро теряет сознание. Доктор Лоза считает, что через 2-3 часа он умрет, если не прекратить процедуру. Меня это не интересует. Где документы? Прикажете продолжать обработку? Прекратите. Так, даже находясь в гестаповском застенке, Харро Шульц и Бойзен сумел одержать еще одну победу над врагом. Утром 15 декабря в одном из залов здания имперского военного суда начался закрытый процесс над первой группой обвиняемых из 13 человек. Обвинителем был генерал-майор ВВС, специально уполномоченный по политическим делам доктор Манфред Редер. Поэтому, господа судьи, я требую для всех изменников Райха, сидящих перед вами на скамье подсудимых, смертной казни через повешение. Хайль Гитлер! Подсудимые Шульц и Бойзен, признаете ли вы себя виновным в государственной измене? Я не собираюсь развивать перед вами, господа судьи, свои взгляды на сущность социального строя сегодняшней Германии. Я считал и считаю, что каждый честный немец должен бороться с фашизмом во имя правды и справедливости. Что же касается этой пародии на суд, то я просто не признаю ее. Суд, как известно, основывается на законе. Но о каком законе, кроме закона кулака, закона насилия, может идти речь в Германии в наши дни? Я лишаю вас слова. Увести. Подсудимый Арвид Харнак, встаньте. Признаете ли вы себя виновным в измене Райху? Нет. А разве может быть виновным человек, который старается убить бешенную собаку, угрожающую людям? А между тем, фашизм – это и есть бешенная собака, сеющая смерть и страдания на своем пути. Прекратите это! Четыре дня продолжалось слушание дела героев-подпольщиков. Четыре дня в зале суда звучали их страстные обвинительные речи. Наконец, 19 декабря был оглашен приговор. Обер-региренсрад доктор Харнак и обер-лейтенант Шульц Бойзен сумели сплотить в Берлине круг лиц из различных слоев общества, которые не скрывались своей враждебности к государству. Некоторые из них продолжают оставаться фанатическими приверженцами коммунизма. Ими составлялись и распространялись подстрекательские листовки. С началом похода против России они значительно усилили свою деятельность. своей пропаганды они пытались привлечь на свою сторону. Учитывая все вышеизложенное, суд приговаривает Харро Шульце Бойзена, Арвида Харнака, Курта Шумахера, Ганса Коппи, Хорста Гельмана, Курта Шульце, Джона Грауденса, Ганса Герберта Голнова, Либертас Шульце Бойзен, Элизабет Шумахер и Ильзу Штеббе к смертной казни через повешение. Мильдред Харнак и Эрика фон Брокдорф приговариваются к каторжным работам. Гитлер, которому приговор в тот же день был доставлен на специальном самолете, немедленно утвердил его, потребовав, однако, отправить на виселицу также Мильдред Харнак и Эрику фон Брокдорф. Вечером 22 декабря 1942 года за два дня до Рождества в берлинской тюрьме Плотцинзее оборвалась жизнь Харру Шульце Бойзена, Арвида Харнака и их товарищей, славных героев берлинского подполья. Позже были казнены и другие участники группы сопротивления всего 81 человек. Отважные антифашисты отдали свою жизнь в борьбе за светлое будущее человечества, за то, чтобы никогда больше черные тучи фашизма не заслоняли солнце, не приносили новых мук и страданий людям на нашей планете. Их последние письма, написанные за несколько часов до казни, полны несгибаемого мужества, веры в победу свободы, в торжество справедливости. Любимые родители, ну вот и все. Через несколько часов я покину свою земную оболочку. Я совершенно спокойный прошу вас держать себя так же и воспринять все твердо. Во всем мире решаются столь важные дела, что одна угасающая человеческая жизнь значит не так уж много. Что было, что я сделал, о том я не хочу писать. Все, что я сделал, я делал, повинуясь своему разуму, своему сердцу, своим убеждениям. дорогие мои, через несколько часов моя жизнь окончится. Мне хочется еще раз поблагодарить вас за любовь, проявленную ко мне, особенно в последнее время. Она мне помогла легче перенести все тяжелое, поэтому я спокойно счастлив. Я думаю также о могучей природе, с которой я чувствую такую тесную связь. Сегодня утром я громко сказал сам себе, а солнце сияет по-прежнему. Но главное я думаю о том, что человечество находится на подъеме. Это и есть три могучих корня, из которых я черпаю свою силу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1969 года группа немецких граждан награждена орденами Советского Союза за активное участие в борьбе против фашизма, помощь Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны, за проявленные при этом мужество, инициативу и стойкость. Вечная слава героям, боровшимся против фашизма и вечная память тем из них, которые отдали в этой борьбе свою жизнь. Редактор субтитров